Всем привет! На календаре пятница. Это означает, что свежему дайджесту быть. Коротко и по делу, как всегда, о самых запоминающихся событиях этой пятидневки. Мы начинаем? Поехали! Начнем наш выпуск, наверное, с самой резонансной новости этой недели. В понедельник, 20 сентября, один из студентов, находясь на территории Пермского университета, открыл стрельбу. В результате преступления погибли 6 человек, а еще 28 обратились за медицинской помощью. Первым на место прибыл наряд ДПС, находившийся неподалеку. Преступника обезвредил младший лейтенант полиции Константин Калинин. Стрелок доставлен в больницу с двумя огнестрельными ранениями, он экстренно прооперирован и находится на искусственной вентиляции легких. По последним данным, ему ампутировали часть голени, он был ранен при задержании, мы уже об этом говорили выше. Более подробную информацию об этом происшествии можно найти в интернете, поэтому задерживаться на ней мы надолго точно не будем. Скажем лишь одно. Редакция Муринфо выражает глубокое соболезнование семьям погибших детей и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. И на самом деле очень жаль, что иногда нам приходится рассказывать и о таких новостях. Следственный комитет сообщил о задержании в Благовещенске руководства и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД. Им предъявлено обвинение в получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями и грабеже. Взятку сообщили в Следственном комитете полицейские и получили с владельца игорного бизнеса за покровительство. Выявить преступников смогли при помощи прокуратуры и ФСБ. В областном управлении МВД уже прокомментировали случившееся. В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном в законном порядке. А их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Да уж, какой-то прям Лас-Вегас. Как сообщает пресс-служба правительства, подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Определены первые 500 победителей. Узнать номера выигрышных сертификатов можно на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». А также в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг. Победители определяет компьютер, делая случайный выбор из списка участников за все время проведения лотереи. Розыгрыш будет проводиться дважды. Всего будет 1 тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Сообщается, что следующий тираж состоится уже 14 октября. Так что всем вакцинированным удачи! Продолжаем тему розыгрышей и побед. 18 и 19 сентября в Санкт-Петербурге прошла конвенция «Тату-шоу». Амурчанка участвовала в номинации «Биг Тату». В конкурсе участвовали только полностью зажившие большие работы. Спина, торс, костюм, рукав, нога, выполненные одним мастером. Девушка заняла третье место. Редакция Амур.Инфо поздравляет победительницу и желает новых побед и достижений. И еще одна приятная и добрая новость. Студент дальневосточного ГАО Григорий Рыжкин приехал в Благовещенск из Москвы, чтобы получить специальность пиолог-охотовед. Парень знает три языка, любит животных и коллекционирует научные журналы. Выбор будущей профессии парень сделал сам. Родители сотрудники художественного вуза Москвы сына поддержали и отправили на Дальний Восток. Здесь молодому человеку пока все нравится. Надеемся, что его мнение не изменится. И, наверное, на этой ноте мы и закончим наш сегодняшний выпуск. Как всегда, за новостями следите на сайте Амур.Инфо и в нашем одноименном инстаграм-аккаунте. А на сегодня у нас все. До новых встреч. Пока!